В правительстве Магаданской области озвучили статистику по вакцинации колымчан от коронавирусной инфекции. По официальной информации для всех регионах Дальнего Востока проблема задержки поставок вакцины сегодня очень актуальна. В связи с этим с поставщиком вакцины региональным Минздравом составлен план-график поступления препарата в Магаданскую область. Ситуация по темпам иммунизации в городских округах различается. Как заявила Елена Кузьменко, Ягодинский округ приступил к коммунизации материалами из последней поставки вакцины только в понедельник. Что касается категории граждан, уже привитых вакциной, то лидерами здесь являются медики и социальные работники около 50%. Среди работников образования привито около 20% от списочного состава. Как отметили на заседании правительства Колыма, необходимо усилить и информационную кампанию по разъяснению гражданам важности и необходимости вакцинации. «Все-таки, как мы с вами говорили, работу среди группы риска надо вести достаточно активно. Я предлагаю включать сюда общественность и объединить усилия нескольких министерств. Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство внутренней политики и, может быть, Министерство образования. Почему? Потому что давайте еще действуем через родительские комитеты и так далее». Магаданская область использовала практически всю поставленную в регионы вакцину. Задержка в дальнейших поставках приводит к падению темпов иммунизации, что недопустимо в условиях пандемии. Сегодня в Северном Артеке стартовала областная профильная смена военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021» в рамках программы «Губернаторский лагерь». Управление Росгвардии по Магаданской области совместно с Министерством образования Магаданской области решили провести профильную смену военно-патриотической направленности «Снежный десант» в честь юбилея войск 210-й годовщины со дня образования войск Национальной гвардии. Мы надеемся, что ребята покажут хорошую физическую форму, достойно будут соревноваться, ну и как в итоге это мероприятие им поможет в будущем, ну как защитникам Отечества то же самое. На официальной части открытия спортивных состязаний, приуроченных к юбилею Национальной гвардии, заместитель председателя Магаданской областной думы Эдуард Козлов наградил медалью за ратную доблесть майора Дмитрия Богданова. Также участники торжественно поприветствовали на Магаданской земле делегацию Крымского Артека, с которым активно сотрудничает «Северный Артек» в рамках губернаторского лагеря. Гостей дарили брендированными подарками от Колымского учреждения. Мы взаимодействуем на протяжении уже почти трех лет с субъектами Российской Федерации по реализации проекта «Губернаторский лагерь». И это первый регион и первый лагерь, который имеет свою историю, причем достаточно богатую историю. Мы почти ровесники даже, можно так сказать. И этот лагерь, который не хочет потерять свою самобытность. И это очень здорово, и для нас это очень ценно, что ваш регион хочет, чтобы мы добавили ваши программы, потому что программы, которые сейчас есть, они замечательные. Их действительно нужно добавлять какими-то новыми компонентами, новым содержанием. Но ни в коем случае не создавать полностью артековские, потому что у вас своя богатая история и традиции, и методическая база. Южная делегация с теплом отметила уникальность красот магаданской природы, а также обратила внимание на доброту и силу духа колымчан. После официальной части мероприятия участников ожидают спортивные соревнования военно-патриотической направленности. Мы здесь сотрудничаем с тематическими партнерами. Прежде всего, это сама Росгвардия, это департамент физкультуры и спорта. И в основном все мероприятия, которые будут посвящены, это мероприятия, связанные либо с военной подготовкой, либо со спортивными достижениями школьников и студентов. У нас представлено здесь 14 команд. В каждой команде у нас по 8 человек. Поэтому на протяжении трех дней школьники и студенты будут как раз состязаться в разных состязаниях и будут подведены итоги. Определен абсолютный победитель. Мы планируем, что абсолютный победитель будет направлен на всероссийские уровни. Торжественная часть подошла к концу. Теперь участникам предстоит соревноваться в таких видах спорта, как лыжная гонка, армрестлинг, разборка-сборка автомата, соревнования по полевой стрельбе и силовая подготовка. В Большом зале правительства Магаданской области состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Руководство Управления Роспотребнадзора, Регионального Минздрава и правительства Магаданской области обсудили вопросы изменения постановления о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области, а также вопросы, касающиеся вакцинации и эпидемиологических показателей области. На сегодняшний день использована вакцина в Магаданской области 97,7%, в городе Магадане 99%, чуть ниже процента в городских округах. На заседании специалисты отметили, что показатели вакцинации граждан на Колыме одни из самых высоких среди других субъектов Российской Федерации. Но, несмотря на низкие показатели заполиваемости, специалисты настаивают на сохранении режима повышенной готовности в том формате, какой существует. Сегодня в Северо-Восточном государственном университете стартовал отборочный этап 9-го Международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». Шесть команд Политехнического института представили свои презентации в двух направлениях – «Горное дело» и «Геологоразведка». На подготовку проектов участникам было дано 10 дней. Судействовать пригласили специалистов отрасли, а также представителей известных золотодобывающих компаний, таких как «Кенрос», «Полюс» и «Полиметалл». Восемь членов жюри присутствовали очно, двое судей дистанционно следили за прохождением отборочного этапа чемпионата. Отборочный этап «Кейс-Ин» проводится в СУГУ и в Политехническом институте уже седьмой год. Мы традиционно участвуем в Лиге по горному делу, традиционно участвуем в Лиге по геологоразведке. Наши команды хорошо выступают и впоследствии. После того, как выиграет наш отборочный этап, они едут в Москву и в Москве презентуют свои решения. По крайней мере, последние 2-3 года мы стабильно входили в шестерку лучших команд России. И за счет этого рейтинг нашего университета и в Лиге по геологоразведке, и в Лиге по горному делу всегда был достаточно высоким. Тематикой чемпионата является устойчивое развитие в топливоэнергетической и минерально-сырьевой отраслях. По горному делу участникам было необходимо решить вопрос аэрологии глубокого алмазного рудника, который находится в Якутии, а командам по геологоразведке оценить по добыче и объемам перспективные площади, которые находятся в Архангельской области. Теперь мы начинаем заново. Формат сегодняшний, я вас уже вижу, немножко другой. А то, что было, я считаю, это очень полезное дело, очень дело эмоционное, я бы сказал, очень много новизны. Но главное, что это воспитывает у молодых специалистов умение ориентироваться в чужих материалах, в другой информации, я бы сказал, независимой информации. И делать выводы, строить проекты, планы и уметь отчитываться перед аудиторией коротко, ясно, убедительно. Две лучшие команды в каждом направлении отправятся защищать Магаданскую область на Дальневосточном полуфинале.